Приходит ответ от химика. Уважаемый клиент, посылаю вам дюжину бутылок моего состава для укрепления памяти. А за задержку извините великодушно. Заказ ваш я уже давно получил, да отложил куда-то адрес. И совсем о нем забыл. Вот так химик. Другим память укрепляет, а свою растерял. Известно, сапожник без сапог. Николай Кузьмин, круг царя Соломона. У кого не болит, у кого все болит. В общем, боли, не боли. И букмекерам тоже привет. Всем телкам на кассе привет. Всем старухам под кассой привет. Охранникам, которые возле букмекерской культуры. Особенный привет. Особенный привет. Короче, народ, сегодня мы дошли. Наконец-то. Наконец-то. Наконец-то мы дошли. Наконец-то мы дошли. До того, что Фридрих перестал пить. Нет, не угадали. Мы дошли до самого лучшего в мире. Он-лайн-капера. Юрия! Чебота, чебота, ч... У тебя, блядь, слюни летят на меня нахуй даже. Короче. Да, слюни летят нахуй. Юрия, Чеботарева, друзья. Да? Встречаем. Снова. Вторая часть видеообращения. Сверху. Видеокамера. Вот. А Юрия, итоги, полный. Прогнозом. По раскопке, так сказали. Вот, ответим на некоторые вопросы, которые задаются. Первое, это гарантия. Какие гарантии мы предоставляем? Запомните, в ставках не может быть никаких гарантий. Сто процентов они так не даст. Всю статистику вы можете видеть на сайте. В разделе гарантии вы можете прочитать, какие гарантии мы можем дать. Это по раскрутке кошельков действительно удачная раскрутка. Это 98%. Потому как полтора месяца шли без поражений. И сейчас картеры идут без поражений. Я временно приостановил раскрутку всех кошельков. По поводу прогнозов, какие гарантии. Если прогноз не выигрышный у вас, то вы следующий можете заказать. Не будет совершенно бесплатно. Как загадок. Советую вам ставить на прогнозы каждый день. То есть не нужно пропускать на выборах. Сегодня завтра вы можете попасть как на серию выигрыша в прогнозах, так на серию и поражения. Ну что вам сказать. Касаемые гарантии. Касаемые гарантии. Касаемые гарантии. 98%. Вообще, что такое гарантии? Что такое? 100% гарантии, ребята, они существуют. Да. Легко. Да. Вы мне закладываете свое имущество. Да. Или машину, или автомобиль. Какая разница? Машину, автомобиль. Свое имущество. Любое закладывайте официально. Все, переоформляйте его на меня. Я вам даю бабло, крутите его, блядь, хоть до утра. Хоть до следующего Нового года. Хоть 10 лет. Главное, определимся с процентом, что вы берете под такой-то процент в месяц. И что вы там будете ставить? Меня уже не е волнует. Не ругайся. Вот это 100% гарантии. А гарантии типа, если мы проиграем, мы вам дадим еще один прогноз. Это не гарантии. Это гарантии того, что вы дадите прогноз. И то не факт, что вы не введете наш черный список. Поэтому 100% гарантии. Это залог. Гарант. Понимаете? Вы все понимаете. А вот эти, ребятка. Заложите мне думать. Итак, наши любимые товарищи Юрка Чеботарев дает бесплатные прогнозы. Дает платные прогнозы. Занимается раскруткой счета. А самое главное, что предоставляет он? Инсайдерскую информацию. Инсайдер информацию. От Юрия Чеботарева. И начнем сначала с бесплатных прогнозов. Бесплатные прогнозы просто бомба. Друзья, это просто фэнтестиш-дестиш украиншин промоушен. Груб. Чеботаре Ошенс. Чеботаре Ошенс. Допустим, топовый матч. Реал Мадрид, Барселона. И сегодня Юрий Чеботарев предоставит вам этот прогноз. Прогноз. Вот его старый канал. Сейчас он им не занимается. KSI Covers.ru 18+. И вот его, в общем, прогнозик на невероятно интересный матч Барселона-Реал Мадрид. Да-да, друзья, вы не ошиблись. О, да-а-а-а-а. Is this the end? Барса-Реал. Супер матч. El Clasico. Чемпионат Испании. Primero. Что же поставить на этот поединок? Вроде бы и Барселоне нужно о победе. Вроде бы и Реалу. Кому больше? Конечно, Реалу. Рекомендую поставить. Индивидуальный тотал Реала больше полтора. Качецен 2 и 3. Так как Реалу забивать, кровь из носа нужно. Либо за чемпионство. Бай-бай. А пока я с вами. Бай-бай. А теперь немножечко пусть расскажет сам Юрий. Про инсайдерские информации. Понеслось. Дорогие друзья, с вами снова я, Юрий Чеботарев, руководитель проекта КСА «Концентрация спортивных аналитиков». В данном видео будет посвящено именно инсайдерской информации. Итак, к нам обратился человек, якобы который владеет инсайдерской информацией странных матчей. Он прошел проверку из 10 матчей. И все 10 прошли с коэффициентами от 3. НИХУЕСЕ! Мы начинаем с ним сотрудничать. Стоимость у нас составляет, данная инсайдерская информация, 28500 рублей русских. Ну вот, коэффициенты от 3. Вот, советую приобретать только у нас. Потому как из 20 миллионов сайтов, которые мы ежедневно просматриваем, ни у кого не есть, как у нас. Вот. Это вроде бы все у нас инсайдерская информация проверяется. Но, во-первых, давайте поздравлю вас с проходом сегодняшней инсайдерской информации. Наконец-то вернулся этот наш прошлый инсайдер, который постоянный, который работает уже с нами практически, наверное, с апреля месяца или с марта. Точно не помню, еще тогда он прошел проверку. Наши постоянные клиенты об этом знают, помнят. Проходил уже действительно проверку, присылал 5 матчей на проверку. Ну и вот, работаем уже успешно на председании. Но, правда, он 3 месяца совершенно не появлялся. Правда, правда, право. Правда, право, право. Матч на итальянскую серию Апсосула, да, в принципе, ну, уверенно, Сосула выиграл 2-0. Ну, вот, поэтому плюс. Далее. Поздравляем также с проходом, наконец-то, фиксированной вставки. С Сосула договаривался инсайдер Юрки Чебуратора. Ну, серьезно. Как он договаривался со Сосула, остается только со Сосула. Как со Сосула можно договориться только, скажем? Ну, элементарно. С Сосула договаривается по Сосулу. По Сосулу. За 28 500. За 28 500, опять же, да. Ну, что ж, в принципе, это правда, мы подтверждаем. У него есть инсайдер. Правда, 3 месяца не работал. 3 месяца инсайдер отдыхал. Отдыхал, наверное. Инсайдер, 3 месяца. Готовился к Сосуле. Готовился к Сосуле. К Сосуле, блять. здравствуй фридрих ой какой фридрих здравствуй юра о инсайдер ты вернулся что-то после нашей последней встречи ты немножко поправился попробуй вот за компом посидеть да мурат атаев обещал отпиздить меня я ебал вообще не выхожу раньше когда было с тобой к мауринью дверь с ноги выбивал заходил с муратом поработал даже мауринь из поставок ну что возьмешь возьму но только через проверку какая именно проверка должна быть 10 мальчиков всегда 28 500 будем продавать это нормально 10 тебе 10 мне восемь жезема уринью будет получать а 500 500 рублей на троллейбус до лондона пойдет на черный нормально 28 500 я договорюсь договоришься конечно но все тогда будем работать расскажи что там у тебя с муратом не ставлю ты нашу информацию нет 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 я сижу вот уже здесь вообще вот за компьютером сижу целый год уже вот уже целый год за компьютером сижу я если ты кому-то расскажешь не надо меня сливать не надо меня сливать ты представляешь всю серьезность договоренных событий а юра конечно представляю не надо меня сливать поэтому никому не говори просто я тебе разрешаю выложить в одноклассники пост в одноклассниках можно все я в одноклассниках я жду от тебя историю по поводу мурата будет а действительно что же за рамс произошел у юрки чеботарева и мурата оттаева тебе интересно придрих действительно что же там произошло я прям даже не знаю мурик выложил ролик мурик ролик ролик и потом его удалил но есть ребята которые быстренько копируют оставляют и давайте-ка послушаем алло чеботарев ты слышишь ты гуло ёбаная ушастая ты пидарас епала на блюд ты понял меня антон ёбаный блюд ты чё там хуйню что-то пишет на форме я там бюби ебушен ты долбоёб ебать я там не сижу нахуй и не пишу ничего ты понял чебушила ушастая не сижу я там не и не пишу оттаевь я сдамецка ты гуло ёбаная что ты на меня вонишь пиеса слышишь чебушила я твой адрес знаете приеду в рот выйду ты меня понял я не шучу блять чё ты там стука пишешь алло чё ты понял нахуя ты пишешь если это не я в натуре так пишу а ты на меня вонишь пиеса а? подожди я тебя перезвоню я плохо слышу просто щас минуту чё перезвоню? чё перезвоню я плохо слышу 然後-l some, whatever, нормально 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 нормально, нормально… чебурашка чебурашка щас разблокит всё нормально сейчас мы вообще нормально всё разберёт Муратик вообще全 телаетMP мурик коронованный держи читаль держи щас будут… душа теплата Алло, слышно меня? Я что-то слышал внимательно, потому что я стараюсь с вами упрекаться. Нахуя ты пишешь на форуме на это? Бюбли! Что ты такой, говорю? Ты что, мази последний прогурил? Атаев это с Донецка, ебать. Чего? Ебать. Сейчас слюна упадет, смотри. С Донецка, Атаев! Атаев, мурад! Атаев, мурад! Атаев, мурад! Нахуя ты на форуме пишешь? Чего ты базаришься? Ты можешь нормально разговаривать. Я с долбоебами нормально не могу общаться, ты понимаешь? Чего ты базаришься? Чего ты базаришься? Слышишь, чекуха? Давай договоримся на форуме, ебать, натуре, и встретимся в реальности. Давай, при всех прилюдия, ебать. Не понял. Я говорю, давай мы реально договоримся на форуме на этом буре. Я на нем зарегистрируюсь сегодня, ебать. И спишемся там реально, ебать. Давай встретимся и поговорим, ебать. Слюни летят, блядь. Наши слюни как птицы. Я зарегистрируюсь сегодня, и там спишемся реально. А то то, что бобриток... А сейчас не зарегистрируемся. Сейчас нет. Наши слюни, ты там охуя не балукаешь. Нахуя ты там пищешь на какого-то лося типа, это я. Слюни, я не беру, все с тобой хорошо разговали. Хорошо, а хорю еще раз тебе по-русски объясню. Нахуя ты там нахуя пищешь на какого-то долбоеба типа, это я, нахуй. Что там очко режу кому-то, ебать. Что за хуйня, блядь? Да ладно, в натуре, что за хуйня ешь? Что за хуйня, нах? Извини, ебать, не нас тут твои, извини, ебать, иди. Да я тебе, не говорю, блядь, что ты делал. Но мое личное дело, ты ебало набил. Давай с тобой встретимся реально, ебать. Давай, только блядь я тебе приплюсь, если меня зарегистрируешься там в форуме, договоримся при всех, и встретимся. Я нахуй приеду, ну только давай на листрале туда в изюме, под изюмом встретимся, ебать. И поговорим с тобой по-нормальному, ебать. Так мужики, давай блядь, согласен? Что такое изюм? Чё ты такой изюм? Купи лапать карту, ебать. Посмотри, чё такой изюм, ебать. Чё, чё, чё ходить? Потому что ты меня кумаришь, нахуй ты хуйню пишешь, которую ты не знаешь, реально. А чё теперь? Повесить попросить. Да тебе нахуй только повесить. Ну меня тебя кумаришь ты меня, блять. Чё? Да иди в курсе, если чё попарило. Я понимаю, ты не будешь кумарить, а чё теперь? Ебать, ну ты понимаешь, ты неадекватный человек, ебать. Ты просто мозги, нахуй, прокурил или обширялся, или охую, вот знаете, блять. Прокурил? Я не знаю, что ты там, нахуй, делаешь, блять. Долбишься или тебя долбят, ебать. Не понимаю я, ни хуя, ебать. А ты на базарах следите? Я за него даже глядя бесит, чепуха ты, ебаная, блять. Давай, нахуй, встретимся. Пиши, я с тобой хорошо разговариваю. Так ты пиши нормальную хуйню, я в этом форме не зарегистрирован. Валерияночки. Валерияночки, блять. Давай, чепуха, блять, пока, нахуй. Главное, никто нигде не зарегистрирован, блять. Ага. Никто, никого не знает. Вообще никто не знает. У тебя какого-то, нахуй, покрусливая сюда. Ага. Ну, что поделать, друзья. Бригада КСУ. По всей видимости, их батл продолжался не один день. Может быть, и по сей день продолжается. Это мы, конечно, не знаем. Мы это узнаем, когда позвоним по скайпу товарищу Юрию Чебуратору. Но мы нашли еще одно интересное видео с отдельным мнением Юрия по поводу Мурата. Остальных каперов тоже. Что знаешь? Ну, вот. Опросения, как-то. Беру вам. И мы вас беру. Вот. В этом видео я хочу поговорить именно о теме. Они сегодня упали за все и политично. С теми вопросами. Звонил ли я капер из Украины? Да, звонил. Вот. Вот. Были угрозы от данного человека. Но единственное, что хочу показать, что ягни покрывали. Не выкрывали. Защищали. Соответственно. Не Кварацкели. Это я вам гарантию, что писал. Не Кварацкели. Возможно. Возможно. Возможно, сам этот капер не писал. Но я ему утверждать не буду. Поэтому я люблю честность. Я не говорю, что Кварацкели. Не потому, что я с ним спелся. А потому, что я люблю честность. А его я терпеть не могу. Я люблю честность. Так же, как для Балунова. Но за Балунова я сейчас сваречко замовлю. Они туда приехали. Ну, за Балунова я сваречко замовлю. Кнопки попутал. Не важно, какой капер. Хоть я и читаю его чмырём. Этого Балунова. А вот. Нидой. Сукой. Но. Тут я за него. Потому, что. Не важно, в чём я надел. Важны какие прогулки. Ну, то, что прямовый, возможно, прогулки. Да. А по поводу там еще одного капера. Такое было в словечко, что с 1,2-1,3 коэффициентами. Я нажму на паузу, потому что я хотел бы вас немножечко вот к чему склонить. Заострите своё внимание на фоновом голосе концовки этого видео. Очень-очень интересное. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Один-требеспланный прогноз. О, здорово. Ну ты припизденный скажи. Ну ты припизденный скажи. Ну ты припизденный. Всё. Ну это всё. Ну... Фридрих, что такое припизденный? Ну ты припизденный. Ну что такое? Я не понимаю, ребят. Вот я не понимаю. Не, ну ты припизденный. Да. Вот напишите в комментариях, что значит припизденный. Я такое слово услышал в первый раз. Хоть мы узнаем, что это такое-то. Просим вас подключить собственную википедию и написать определение слову припизденный. Что имел в виду? Друг, брат, сват, враг. Юрия Чебуратора. Напишите об этом в комментариях. Сусед. Кстати, Фридрих, я нашёл, кто нам с тобой может раскрутить общак. Ну чай, курёху, короче. Глюкозку. Ты думаешь, такого нету? Мне кажется, такого нету. Есть. Это же Юрия Чебуратор. Всё тот же. Да ладно. Да, да, да. Не может быть. Он может и сахарок раскрутить и всё-всё-всё. Вот это вот. Ну скажи-ка мне. Так что неси наш баул с общим. Сейчас мы будем отдавать. Подожди. Сначала покажу тебе. За что он уже взялся? И вот. Юрка. Здравствуйте, дорогие друзья. Привет. Посетители сайта ksakapers.ru. С вами снова я, Юрий Чеботарёв. И сегодня мы с вами поговорим о нашей новинке, о акции, которая будет проходить 1 июня. Крути. Общее. Под шконарём. 12 июня. И так. Под шконарём, друзья. Это же сахар. Мы видим сахарок. Вот шконарь Юрке. Вот телевизор, по которому он смотрит матчи Реал Мадрид-Барселона. Вот Юрка. И общак наш уже погнал на раскрутку, друзья. Опа. Дорог лежит под шконарём. Интересно. Что под шконарём? Ты где сахар хранишь дома? Я под подушкой. А я на подушке. Ты мне говорил, на воровском кармане ты его хранишь. На воровском кармане хранишь? Нет. Ну так нельзя. А некоторые не знают, что воровской карман? Нет. Народ, знаешь, что воровской карман? Вот Фридрих там не хранится. Нет. Но мы знаем, где чебуратор хранит сахар. Под шконарём под своим. По привычке. У них акция просто сейчас на данный момент проходит в их некаперском агентстве. В ихнем. В ихнем. В ихнем, понимаете? И тут-то у него лежит здесь и сахар. Здесь и сахар. Потому что егошняя мать, егошняя жена и ионная подруга. Ну не важно, как он говорит, в принципе. Ну что тут? Как понять? Не важно, блядь. Важно. 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 Мы живем в каком году-то, блядь. Неважно, как он говорит. В каком году? Важно. В каком году мы живем. Это было, это было в те года, от которых не осталось и следа. Это эксклюзив. Это было, это было в той стране, о которой не загрязишь. Выпивай мне, Фридрих. Песню не знаю я, потому что эта песня не моя. Мне кажется, братан, начнется война. Причем сахар, быстро, блядь, быстро. Друзья, в нашу редакцию поступило много писем. Одно. Одно. О том, блядь. О том, ну в натуре одно, наху ли мы будем пиздить. О том, что посмотрите, где Юрка сидит, и ссылку нам прислали в белом свитере. Он говорит, гуаши себе нарисовал название своего сайта на майке. Там по-любому гуаши. Ну давайте посмотрим. Может быть и не гуаши, но мы это по почте скрусим. Апачки. Привет, с вами снова Юрий Чапатарев, спортивный аналитик сайта ксакаперс.ру. Мы поговорим в этом видеообращении, как и обещал, по поводу каперов. Бля, ну гуашь, гуашь, понимаешь, вот даже гуклые точки отвечают. Не скажу моих конкурентов, потому что он не свитер. Если просто человек картаст майку или свитер, он, во-первых, взял чуть повыше, ну и шрифт будет серьезным, правильно? А не как, вот красный. Вот мне это капер. Я имел возможность поговорить с несколькими каперами, которые звонили мне. Некоторые меня сам звонил. Не буду как бы им говорить, что только ко мне звонят. Я тоже звонил. Помимо этого мы предоставляем одежду Юрке. В частности я. В частности Фридрих, да. Фридрих недавно, к примеру, предоставил Юрке свой костюм. Вот посмотрите. В принципе он сел по размеру, да? По размеру. Всем привет. С вами Юрий Чебатарев, основатель спортивно-аналитического центра КСА, консультация спортивных аналитиков. В этом видеообращении хочу оповестить вас о том, что на нашем сайте с 2 октября, как в принципе мы и обещали, появляется новый вид прогноза. Это фиксированная ставка. Фиксированная ставка. Новый вид прогнозов. Фиксатер. Юрке Чебатарева. Фиксатер Интернашнлс. Программерс. 56, 67, 70 размер. Пиджакентус от Фридрихиэнта. Пиджакентус? Конечно, мой друг. Конечно, мой друг. Всем привет, с вами Юрий Чебатарев и рубрика бесплатные прогнозы. Матч Лиги Европы. Гингам против Киевского Динамо. Вот вы нам скажете сейчас. Хули вы доебались до одежды, блять, парня нахуй. Да? Хули вы доебались? Не ругайся матом. Вот от меня мата хуй услышишь. Вот скажите, что вы пристали вот к его одежде? Ну парень бедный, ну он не виноват там это. Ну это понятно. Если бы он не продавал прогнозы, это было бы другое. Человек предлагает кому-то зарабатывать. Хотя у самого сапожник без сапог. Да. Ну ребята, ну как про это не говорить, если речь идет о деньгах. Речь идет о том, что он предлагает людям. Ясин пень. Если бы у бабушки был быкой, она была бы дедушкой, правильно? А если бы она была бы дедушкой? Поэтому хотя бы, я не говорю о том, что надо хвалиться какими-то тачками, да, как там это делают. Каха. 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 Какаха. Какаха. Опять ты его светишь. Хватит уже. Ну все, больше не буду. Да, или там еще ребенок какой-нибудь, да, хвалится там маминами и папинами машинками и закрывает номер, да. Почему человек вообще закрывает номер машины? Это уже другая история. Чтобы вы не пробили тачку на кого она оформлена, да, там на маму какую-нибудь или на папу. Какая разница закрывать? Нет, имя, фамилия, это всем известный человек, а номера закрывают. Исин пень. Поэтому я не говорю, что нужно хвалиться. Я не говорю, что нужно кого-то там обсирать чью-то одежду. Но, ребята, надо обязательно заостриться его внимание на том, если человек предлагает вам заработать денег, а сам имеет с Гулькин член. Уй. 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 Я тебя ущипну. То все-таки, я думаю, вы понимаете, то же самое, что Фридрих будет учить меня, как накачать пресс. А ты знаешь, Андрей, как накачать пресс? Нет. Ааа, спроси у меня-то. У тебя пресс с шариком. Ну у меня шариком. Я шариком не хочу. Овальчиком. У меня овальчиком. 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 Я думаю, вы нас поняли, друзья. Идем дальше. Итак, сначала нам на mail написал сам Юрка. Мы не поняли, кто такой онлайн-капер. Промониторили его страничку, его канал YouTube. Поняли, что это Юрка Чеботарёв. Написали ему ВКонтакте. И, естественно, друзья, как мы видим, Андрей, приветствую. Мне пришло на почту ваше письмо. Это мы ему ответили. Я так понимаю, вы сегодня предлагали в Скайпе выйти. Приветствую, Юрий. Получил ваше сообщение на mail. Сегодня не снимаем, перенесли завтра. Приветствую. Здравствуйте. Добро. Давайте завтра на Стамп Москве спишемся туда-сюда. Ну вот, в общем, сейчас мы с ним будем связываться по Скайпу. Приветствую, Юр. Здарова, Юрец. Привет. Привет, привет. У тебя камера на компьютере лучше, чем у этого, у Булунова. Ков . Ков . Редактор субтитров А.Семкин